облагораживаю свой водоем создаю здесь природный стиль и вот у меня по плану хочу брать барбарис вот я здесь посадила сосны а можжевельник не хочется здесь посадить голубику так как голубика это растение капризная вот я прикупила взрослый куст сорт патриот он у меня уже плодоносящий и так как еще раз говорю голубика растение капризная для него необходимо создать комфортные условия сразу при посадке у меня есть голубичник который прекрасно плодоносит с ним все проще там у меня пять кустов в том году прям ведро собрала голубики там все хорошо здесь у меня растение будет одно поэтому я хочу создать ему изолированное место посадки для этого вот я беру 60 литров вот у меня емкость старая строительный таз но у него уже там все в трещинах как раз то что необходимо вот прям надо не сверлить ничего под этот таз я вырвала яму у меня прекрасно здесь помещается чтобы он не торчал над поверхностью он сюда многие сажают тазики такие но мне хочется чтобы это было красиво поэтому я буду заглублять чтобы не то таз не торчал на поверхности что и на дно делаю у меня прям там отголимая глина прям такое местечко глубокое чтобы вода не стояла я сюда насыплю песка многие советуют насыпать на дно гравий гравий у нас это известковый либо доломитовый то есть это то что категорически нельзя использовать при посадке именно голубики это известь а нам нужна именно кислая почва да он будет на дне но все равно изысковать дно совершенно незачем поэтому либо камень нейтральный либо кирпичи битые я вот скорее всего насыплю сюда песок просто песок или примерю сейчас у меня есть черепица старый кусочек такой над поверхность положу дна как раз он ровненький будет на него наверное поставлю то сейчас примерю на дно ямы я высыпал ведро песка и уложила старую черепицу мне необходимо чтобы была неровная поверхность чтобы дно таза не плотно лежала на песке а имела некий зазор чтобы вода уходила не застаивалась показываем какая мне прекрасная глубика урожай высокий уже многие кустики я обобрала это позднее нам еще дозревает вот мы закрываем от птиц потому что ее конечно очень любят и так грунт буду готовить основа верховой кислый торт рыжий обязательно добавлять буду опад сосновый причем с почвой потому что нужно заселить сразу микоризу в грунт без нее толку никакого не будет с вашей голубикой обязательно добавлю немножечко песка и земли дерновое где-то так вот может быть одну четвертую часть а так основа торф торф и елочный опад сосновый опад вернее обязательно сейчас добавлю тоже удобрения для голубики заправлю полноценно чтобы она мне росла сразу с полным обеспеченным развитием хочу вблизи показать почему необходимо использовать именно сосновая под землей вот беленькая вот это вот споры грибов это именно они создадут необходимую микоризу с корнями голубики потому что грибов класс грибков очень много а вот у сосновом опаде с вот именно хвойным именно сосновой до использовать лучше правильные грибки которые создают именно симбиоз необходимый с корнями потому что микоризу которую добавлять продаются в магазинах это не тот класс он не подходит ни голубики не вереска не разододрана здесь нужно именно найти лесную добавить там запах такой грибочек вот он прям белый такая споры грибные так в тазу у меня уже насыпано торф верховой кислый он как раз увлажненный видно темненький не пересушены вот роженькие частички есть но это вот у меня прям такому критики отлично значит здесь будет один к одному кислый торф и в такой же пропорции добавлю сосновый опад с землей хвойный который вам показала сейчас сюда это все засыплю добавлю сюда одну часть песка для рыхлости и еще добавлю пару ведер дерновой земли для естественно такой микрофлоры чтобы заселить а так создаю рыхлую дышащую почву для моей голубики при посадке я буду добавлять сразу в емкость вот у меня тут молотая серая я добавлю где-то 30 грамм на такой объем она пошустрее конечно чем гранулированная растворяется ну вот так вот порожечек и добавлю удобрение для голубики здесь рекомендует производитель 60 грамм на взрослый крючок я сейчас значит посажу как раз заправленную грунт здесь где-то 15 хотя наверно ну да 15 значит 4 ложечки таких несу сейчас это все перемешаю добавлю еще торф и и замульчирую все сосновым хвойным опадом и посадочку завершу но вот куст голубики мой на месте посажем думаю ему тут очень понравится потому что стало комфортные условия для развития и роста толстый слой соснового опада скорой сверху чтобы не пересыхал грунт вообще в контейнере очень удобно выращивать такие растения кислолюбивы потому что почву нужно большой объем менять при выращивании таких растений потому что почва сама по себе буферная она быстро меняет кислотность а вот в такой емкости она будет сохраняться постоянно стабильно если правильно заправить ее ну мне осталось мой тазик задекорировать чтобы не торчало мне так ненарядно я все это сделаю потом сниму ролик о результате моей береговой линии моего водоема пока это все такой организационный меня беспорядок скажем так тоже и сосна можжевельники меняю творчество бесконечное творчество пересадки посадки все как у любого садовника нет предела совершенства но все дорогие мои до новых встреч на канале деловита